здравствуйте дорогие мои ну что пролетел первый месяц 2019 года и я спешу снять мое первое видео в этом году к сожалению я мои курсы еще не закончила поэтому времени свободного у меня опять же таки очень очень мало но тем не менее уже стали появляться какие-то первые итоги первые результаты кое-что мне удается вышивать и решила я снять вот такое видео обобщенное обо всем то что касается вообще вышивки покупки подарки оформленные работы готовые начатые все все в одном видео я думаю и вам будет интересно и для меня будет так намного удобнее показать вам все что происходило в январе месяце не снимать много видео по пять минут а уже делать одно видео все там рассказать итак перед вами сейчас находится моя первая оформленная картина в этом году красавец петух моя гордость и моя радость как я и говорила в итоговом видео за 2018 год хочу в этом году сделать скажем так упор на оформление работ у меня очень обширные запасы много мне дарят поэтому не есть что вышивать а вот мои вышитые картины нужно уже как-то оформлять так как у нас оформление дорогое и на это тоже нужны средства я решила средства мои ну которые я для себя выделяю на хобби тратить не на покупку новых наборов а вот на оформление и первой картиной 2019 года оформленной стал вот этот мой петух шикарный красавец вышитые по оригинальному набору custom crafts оформила я картину в двойное паспорту здесь идет коричневый паспорту а нижняя широкий идет от стоп не маленький как часто делают у нас мастера и светло серенькая такое но интересное верхней паспорту и коричневая деревянная рампа которая имеет тоже очень интересную структуру она идет с углублением и внешняя сторона и внутренняя сторона побиты вот таким наверное этим жучком термитом как правильно называется и мне нравится то что внешняя сторона темно-коричневая светло-коричневая и вот небольшой вот этот выступ придает тоже такой определенный шарм выгодно подчеркивает всю картину когда я пошла в багетную мастерскую очень долго не могла определиться с выбором в нашу багетную мастерскую завезли новый багет много нового паспорту и бархатная паспорту ну в общем есть где разгуляться были интересные варианты я долго не могла определиться но мы с нашим багетчиком уже так хорошо друг друга знаем и долго хоть и долго выбирали но все таки вот я склоняюсь склонилась и определилась и выбрала вот этот вариант потому что у меня есть несколько работ оформленных в коричневую раму и намного проще будет определить в интерьер вот в таком оформлении были у нас варианты оформить в зеленую раму белую раму очень красивые интересные ажурные рамы но я решила более такой скажем сдержанные выбрать вариант чему очень рада потому что вот именно коричневый цвет он очень тонко подчеркивает небольшие детали коричневого которые присутствуют в картине яркие краски они не нуждаются какой-то помощи вот как красный зеленый они сами по себе яркие приятные такие очень насыщенные цвета ну мужу моему эта картина не очень нравится это единственная картина которому ну он ее просто как бы сказать не не понимает ну и я его понимаю в принципе оценить картину вышитого петуха это не не для всех но для меня эта картина имеет смысл так как я по году петух и символизирует год петуха я так начинала вышивать эту вышивку эту картину мне нравится все яркое вот поэтому для меня вот эти акварельные яркие пятна они глазу приятны и сам петух мне очень нравится и оформление нравится и повесила я этого петуха над своим рабочим столом вот так и любую картина получилась большая достаточно за счет двойного паспорта и широкой рамы может быть она сейчас на камеру смотрится немножко узковатой за счет того что здесь есть вот этот бортик выступающий который зрительно сужает камеру этот темный цвет коричневый на самом деле здесь рама тоже она достаточно широкая и размер картины получился если я правильно помню 55 на 55 сантиметров вот такая она получилась большая внушительная яркая и очень очень позитивная энергичная мне нравится я довольна и надеюсь теперь каждый месяц показывать вам по одной своей оформленной работе ну хотя бы по одной может быть если маленькие будут то будет по две работки посмотрим вот то что касается оформленных работ мы с вами все посмотрели давайте перейдем к законченным работам итак переходим к законченным работам в 2019 года показываю вам мою работу бисером от чаривная мыть называется тайная вечеря эту работу я заявила как закончу в 2018 году мне казалось что я ее закончу за один день и думала что будет более правильным ее причислить 2018 году но работы здесь оказалось еще достаточно много и закончила я уже концу января 2019 года ну так как заявила ее что она у меня закончила 2018 но я уже не буду менять но просто покажу вам ее завершенную и расскажу о каких-то моментах и деталях итак вверх покажу вам сам саму обложку тюменный лист вот такой большой был набор так как два обычных набора вот такая здесь обложка здесь мне использовалась 27 цветов бисера бисер весь остался также использовались бусины не где-то на другом месте лежат и золотая нить и рубка вот всего всего у меня осталось в большом количестве запасом всего хватило вот такие у меня контейнеры есть под бисер очень удобно клею сбоку номерочек и контейнеры они откручиваются накручиваются друг на другу можно строить бесконечно длинные вот такие вот конструкции так и участвовали меня вот такие тоже баночки для большого количества бисера который тоже наращиваются одна на другую и вот такая хорошая здесь крышечка удобная которая тоже закручивается и бисер никуда у нас не рассыпется удобные такие контейнеры это я покупаю в наших местных магазинах есть для организации разных мелочей вот такие контейнеры и все эти контейнеры хранились у меня вот коробочки вот вот таблито таблито такой старенький таблет у меня есть ну вот в общем а и была еще здесь золотая нить было ее много и мне казалось что у меня останется много золотой нити но к сожалению золотой нити мне здесь не хватило и поэтому пришлось пользоваться добавлять свою золотую нить сейчас покажу вам немножко поближе все детали я снялась со штатива может быть немножко быть нестабильная картинка но мне кажется так будет намного проще показать вам детали вышивки потому что здесь именно вся красота находится не только в простом бисере а также в украшениях это у нас идет здесь золотая нить расшивка бусинами и вот такими вот изумрудинками камушки здесь конечно пластмассовые самые простенькие но смотрятся они достаточно прилично и достаточно гармонично вот так вот рубкой здесь обшивался нефу иисуса работать золотой ниткой было очень сложно как вы понимаете она не послушная и нужно было делать и лэйзи-дэйзи и нужно было делать выкладную нить аккуратненько все это обшивать поэтому работа шла медленно кропотливо также весь контур работа обшивается рубкой вот так все все по контуру обшивается есть украшение внизу украшение стола смотрите как красиво тоже золотая нить вот это все золотая нить здесь золотая нить вот грааль очень красивый и хороший набор разработка прекрасная бисер качественный чешский цвета грамотно подобраны вот особенно да немножко издалека посмотрите как хорошо переданы все складки и изгибы одежды хороший напечатанный фон нигде краска не отслоилась не испортилась все очень четко видно очень качественная работа моему мужу очень очень понравилось он прям так впечатлился от сверкания бисера и от подобранных цветов но это не моя заслуга конечно заслуга фирмы но тем не менее но очень очень понравилось вот так и эту работу я планирую оформлять вот феврале немножко наступит февраль и уже отнесу оформление итак начнем с моих процессов и хочу начать я с моего самого большого на сегодняшний день процесса это оригинальный набор дом и крафт напечатанный фон 14 каунт размер 60 на 40 и данный процесс я вышиваю либо в дороге либо как отдыхалочку ну вот в данный период моей жизни я вышиваю его на курсах я там припрятала пакетик и когда у меня есть время иногда получается часик и два иногда пол часика я открываю мою сумочку достаю и начинаю вышивать так как здесь вышивается все просто можно выбрать один цвет и потихоньку зашивать поэтому данный процесс подходит вот к таким вот дорожным скажем так мероприятием что могу сказать на данный момент я дошила наконец-то таки до правого края вот так вот немножко чтобы было видно дошила по здесь все полностью в 2018 году когда я снимала свое видео у меня было еще очень много недошитого если честно я не помню показывала я вам этот процесс или нет но точно у меня было вышито где-то вот примерно по вот эту линию то есть вот полностью вот этот весь кусочек я вышила уже на курсах и иногда я вышиваю также здесь вверху и сейчас я перевернула уже мою работу вышиваю сверху вниз потому что мне уже неудобно здесь подкручивать и вышивать я перевернула и вышиваю сейчас у така там ниточки поинтереснее здесь как видите все такое серенькое темненькое не очень как бы жизнерадостное а вот у так он очень яркий там и красный и темно-темно синий коричневый интересные оттенки ну и уточка тоже будет интересно вышиваться вот потихонечку идет как я говорила когда его начинала я на него не ставлю абсолютно никаких планов просто вышивается и под настроение под какие-то жизненные обстоятельства вот когда мы едем куда-то я могу взять с собой в дорогу хорошо повышивать или сейчас на курсах потихоньку вышивается а может быть когда-то у меня придет настроение я возьму поставлю на раму и буду заниматься им конкретно может быть такое произойти почему бы и нет вышивается очень легко приятно мне здесь нравится и мне вообще понравилось вышивать по нанесенному фону это очень удобно вот такой мой один процесс давайте посмотрим что еще и так хочу показать вам мой основной процесс это вот такой вот ангел с ягненком это бутсила разработка но у меня набор укомплектованный от фирмы глубок желаний часто у меня спрашивают что это за фирма где ее найти оставлю ссылку проходите смотрите там этот набор есть его можно приобрести и так что у меня здесь вышито вышито у меня на самом деле немного но кое-что есть одна треть работы у меня выполнена то есть у меня сейчас работа находится вот примерно на этом уровне я ее уже перекрутила сделала натяжку боковую нитками хорошими такими крепкими но для вас все разрезала только что и открутила чтобы показать то нет смысла как бы и снимайте видео что же его покажу вот вышит у меня первый ряд это одна треть работы здесь особо красоты какой-то нет потому что здесь солома немножко одежды ангела но и его сладкая пяточка а вверху меня ждет уже встреча непосредственно с ягненка и даже часть лица у меня будет вышита на до думаю что почти все лицо будет вышла на этом уровне потом мне останется вышивать крылья кучеряшки ну и забор что-то деревянные деревянную стилю вышивается в принципе не сложно главное настроиться вышивая здесь парковкой и поэтому вы видите вот такие вот булавки большие интересные на которые я накручиваю ниточки вышиваю я по столбцам иду каждый столбец беру вышиваю вверх зашиваю полностью лист листы здесь сделаны по пять квадратов вверх с небольшим по пять с половиной вот я все склеила полностью всю всю эту линию вот такая вот у меня здесь просто меня вот видите что у меня здесь пол лица ангела ну и огненочек вот так вот есть участки где вышивается достаточно легко здесь сначала видите такими группками идут значки и есть места где вот такой вот у нас ждет переполох особенно бэкстич здесь очень сложный хотя девочки схему очень хорошо почистили убрали три четверти креста убрали сложный бэкстич упростили работу тем не менее вот некоторых участках бэкстич здесь очень кропотливый нужно его отмечать или аккуратненько вышивать не отвлекаясь чтобы потом не искать где-то остановился как например вот этот участок сейчас я приближу постараюсь вам показать в увеличенном варианте надеюсь хочу показать вам в увеличенном варианте но сделал на максимум не знаю будет показывать камера все эти детали или нет здесь очень замудренный бэкстич нужно было высчитывать вот эти вот квадратики с небольшими штрихами полосками то влево то вправо в разные стороны аккуратненько все это вышивать в общем я работал над этим участком около недели представляете ну у меня сейчас времени очень то мало ну по-хорошему я бы сидел бы наверно весь вечер полностью часа 45 здесь нужно было бы все это считать вышивать вот такие есть моменты но несмотря на некоторые сложности которые есть я думаю но в каждой работе какие-то свои сложности есть и нюансы работа прекрасная очень интересная мне хочется уделять ей много времени вышивать но времени к сожалению нет пока его опять нет жду-жду когда я закончу свои курсы ну вот дают все дополнительные материалы и приходится работать работать но несмотря на то что затянуть затянулись мои курсы мне дали даже представляете похвальную грамоту которую не дают все мы просто так вот за последние два года никому не дали а мне представляете дали за усердие трудолюбие старание ну и так далее вот так что так что не просто так я хожу на свои занятия есть результат ну вот вышивка моя пока меня ждет пока еще на нее времени мне не хватает очень мне нравится то что получается и хочется конечно же увидеть готовую работу а еще больше хочется скорее отнести ее в багетную мастерскую и оформить ну по этой работе у меня все пойду посмотрю пособираю чего мне там еще из процессов осталось а ага а есть у меня еще вот такой вот процесс это новый процесс по моему старому отшитому набору у меня были отшиты вот эти коты от триолис будут мне этот оригинальный наборчик долго лежала эта вышивка не оформлена и как-то мне понадобилось сделать подарок моей напарнице на курсах я пошла оформила в подушку получилось очень ярко и здорово и всем так понравилось что у меня просто посыпались заказы на точно такую же подушку но я для всех вышивать не буду а для своей сотрудницы я обещала что я ей такую подушку сделаю вот ей тоже нужно дарить девочки ребенку ставлю вам фотографию то что у меня получилось вот ну и нашла я в своих запасах аиду 14 каунта а также у меня были некоторые ниточки анкор соответственно планшетка с образцами какие-то ниточки из пнк какие-то ниточки из анкор вот такой у меня здесь мешок с я по ходу дела по ходу вышивки подбираю выбираю и потихонечку вышиваю к сожалению опять же таки очень медленно идет работа времени катастрофически мало причем у меня получается так что субботу воскресенье какие-то еще встречи и те часы которых хотелось бы провести за вышивкой к сожалению опять же ходят на работу либо на дом и на вышивку остается очень очень скудное время и результаты поэтому такие крохотные ну вот хоть кое-что у меня здесь уже вышивается пока без бэкстича но потихонечку процесс идет легко вышивается конечно интересно чего уж там такие вот у меня будут котики обещала надо как говорится обещание сдержать сделать подарок моей сотрудницы девочка у нас работает поэтому нельзя ей отказывать вот так а что еще пойду посмотрю еще процессики а еще я взялась за мой старинный долгострой это сделать своими руками называется волшебные часы вот такой вот дизайн интересный по идее должен быть вот такой длинный дизайн на 90 сантиметров 95 сантиметров идет вышивка но куда мне вешать такую большую картину я решила что я обрежу вот так и выше только сам замок что я и сделала канву здесь я уже от чикала чтобы она мне не мешалась и вот потихонечку взялась и вышивая вышивка идет шерстью здесь цветов немного схема в принципе понятная но единственное она не удобно она глянцевая поэтому с ней приходится ну как сказать не очень удобно идет работа в какой-то момент я перегорела к самому дизайну и он у меня завис ну вот сейчас решилась что нельзя нельзя забрасывать вышивку надо взять и завершить бывает так что перегорает настроение интерес но когда работа вышита совершена она как бы снова становится интересной и возможно я даже ее форму пока еще не знаю что буду с ней делать ну по крайней мере мне хочется ее завершить было у меня вышита вот по эту линию примерно я взялась и иду потихонечку вверх отшивая насколько это мне удобно пока работа подзависла так как я вышиваю моих котов нужно поскорее их вышить и отдать на подарок потом займусь как второстепенным процессом в паре с ангелом вот этими часиками поскорее бы закончить курсы и я быстренько тоже их завершу ну а так медленно идет процесс медленно что сказать ну вот что есть то есть показала читалась бэкстич я здесь пока не вышивала хочу отшить пока крестики а потом уже бэкстич чтобы не пережимать его кюснапами потому что здесь вот я уже открутила немножко и дом вышивать центральную часть вот такие у меня часики такие продвижения перейдем к следующим процессом еще один мой процесс над которым я работала это золотое ровно на охоте данный процесс я заявляла по моему в сентябре что я берусь его вышивать и действительно я взялась за него носила его на курсы вышивала но так как здесь особенно вот в левом нижнем углу очень сложная схема работа шла медленно кропотливо и на каком-то этапе я подустала и решила заменить на моих уток но я посмотрела по схеме что только вот нижняя часть идет немножко сложновато но не сложно здесь нужно просто уделять внимание высчитывать эти одиночки не одиночки даже как сказать часто смена нитки до идет в траве а дальше особенно вот задний фон вышивается очень быстро и приятно мне хотелось дойти именно до заднего фона попробовать повышевать что я и сделала я немножко его здесь повышевал поняла как это прекрасно замечательно и все и отложила этот процесс конечно же планирую в этом году снова вернуться и дошить этот процесс потому что начало положено осталось только взять до закончить как говорится дизайн золотого руно замечательные разработан очень хорошо и получается реалистично и красиво вот если посмотреть на обложку отличие в практически очень маленькие потому что мы знаем что при печати немножко полиграфии все-таки искажает цвета ниток как бы мы ни старались есть некоторые искажения ну вот покажу вам поближе на камеру немножко мятая канва вы понимаете да когда носишь собой тем более вот эти пальца нюрги они очень сильно прижимают канву данные делают хорошую натяжку но оставляют также вот такие вот солом чеки конечно при дальнейшем при стирке все это выровняется выгладиться но вот сейчас на камеру вот в таком виде так как я пользуюсь также разметкой не могу без разметки немножко вот есть такие залом чеки но красиво 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 получается реалистично не все все очень нравится такой вот небольшой кусочек у меня вышелся надеюсь что в этом году я все-таки завершу эту работу уже хватит ее переносить из года в год хочется в этом году ликвидировать все мои начатыши и уже в 2020 прийти скажем так с с нулем да чтобы не было хвостов представляете как было бы круто завершить полностью все мои начатые работы и прийти в 2020 год с может быть одним процессом и до каким-то текущим и вышивать уже не накапливая процессы а вышивать вот одну за одну было бы интересно интересно я смогла бы сделать такой подвиг или это только мечты рукодельницы которую тянет вышивать много процессов но хочу сказать вам когда ты дома находишься есть много свободного времени конечно иметь много процессов это очень выгодно и хорошо для разнообразия а вот если ты работаешь у тебя мало свободного времени то с головой хватит одного процесса чтобы уделять время только ему и он продвигался вышивался и хоть какой-то был бы результат вот но у меня сейчас такие в жизни перемены поэтому ничего страшного я постараюсь до конца года хотя бы сократить мои начатые процессы не знаю насколько получится их все вышить потому что дело это настроение это же хобби всегда у нас что-то появляется новенькое но что-то интересненькое хочется переключаться и какие-то процессы замораживаются откладываются но можно так сказать что где-то по умолчанию у меня есть такая как бы задумка завершить все все мои начатые процессы было бы просто очень интересно вот ну с этим процессом все перейдем к следующему следующий процесс над которым я работала ну так сказать это громко сказать конечно работала но один день я его взяла и повышевала это дименшинс кто за кем наблюдает к сожалению обложку я не нашла я ее не знаю куда я ее делала странное такое дело все все материалы в папке а вот обложки нет ну ладно вы все знаете этот процесс не нужно его представлять часто показывают и на youtube и вообще это знакомый известный достаточно дизайн дименшинс начинала в апреле месяцев старта в 2017 году было вышло буквально совсем чуть-чуть ну вот за все это время приросло можно сказать еще чуть-чуть хотела вышивать его на курсах но не получается все подходят спрашивают а что это как это а так как здесь идет счетная техника отвлекаешься со всеми поговоришь всем схему покажешь расскажешь а что это да как все паухают пахут а покажи то покажи все и в итоге либо ошибешься либо ничего не вышел поэтому я сейчас там вышиваю уток даже если мне что-то спрашивают и мы разговариваем я абсолютно как бы не отвлекаясь от вышивки ну а данный процесс я так понимаю его можно вышить быстро здесь много полукреста он легкий интересный но вот пока опять же время время да не хватает но я надеюсь что все таки в этом году я его завершу да конечно здесь у меня совсем крохотные продвижения но тем не менее вот показала в руки я его убрала и хоть что-то но вышивала и так перейдем к покупкам и подаркам вообще в 2019 году я не планировала ничего покупать у меня столько много запасов что мне можно просто повышиваться и даже если что-то захочу экстренно вышить у меня много материалов я могу всегда что-то начать буквально не выходя из дома и нитки и ткань все есть и последние шесть месяцев я не покупала вообще ничего мне не было покупок для рукоделия ну понятно курсы и так вышивать некогда тут еще какие-то покупки но не в тему но случилось у меня такое наваждение в январе мне захотелось порадовать себя новый год прошел праздники подарки было и свободное время несколько часов перед курсами и я думаю пойду-ка я рвану в рукодельный магазин в оффлайновский посмотрю что там есть ну в принципе весь ассортимент этого магазина я знаю потому что там все 10 лет одни и те же наборы не с очень маленькой скоростью уменьшаются наверное есть две-три рукодельницы которые покупают по одному набору в год но тем не менее иногда что-то появляется новенькое ну и в общем я пошла с целью посмотреть но потом соблазнилась думаю надо что-то купить хотя бы небольшое недорогое в основном представлены наборы ланарты и большая часть это скатерти от вервака и других фирм уже не помню все фирмы конечно ну вервака мне нравится больше всего которые идут на чистой ткани не напечатаны в общем я долго там мучилась перебирала все наборы в итоге решила себя порадовать вот таким вот красивым наборчиком красивая скатерть с розами и абрикосы наверное я не знаю что здесь но не важно главное красивые розы беленькая такая весенняя скатерть она была недорогая была скидка потому что этот набор настолько был старенький что там все отклеилось и такой вид уже знаете 100 летний ну материалы все на месте к сожалению нитки были не разобраны вот так просто в пучках и купила там же вот такие резачки мне не очень понравились классные ну и вот собственно сама скатерть так она между тоже мятая собственно вы видите первые крестики позор да открытие сделать два крестика поэтому конечно как бы как начатый процесс нельзя сказать с одной стороны но с другой стороны начатый ну в общем тоже как как кому угодно очень хорошая здесь ткань здесь идет хлопок наверное с добавлением чего-то надо посмотреть обложку трудно сейчас найти брать вам не хочется но очень приятная ткань значит здесь по краю сделана вот такая вставка где можно вышивать крестиком и здесь идет наверное десятый каунт немножко рыхловато вышивается в три ниточки я вот так себе ниточкой сделала центр рассчитала чтобы начать правильно и не сдвинуть рисунок ну вот сделала первые крестики старая сделать идеальную изнанку конечно сложно вот и решила я это дело отложить чтобы как бы в спешке не накрутить там изнанку не накрутить перетяжек а потом когда появится время потихоньку и я буду вышивать так как здесь десятый каунт вышиваться должно быстро если нужно набить руку на изнанку правильную было все чисто и красиво вот такая вот скатерть у меня должна получиться очень нравится шикарная ее размер 80 на 80 сантиметров если у меня получится и и вышить я обязательно не буду пользоваться ниточки дмс посмотрите какие яркие красивые шикарные они были все перепутанные все в одном пучке я сидела их на курсах вот подной пасме вытаскивала раскладывала потом сматывала в жгуты чтобы хотя бы они были по цветам потому что органайзера никакого не было иголок кстати в наборе не было хорошо что я попросила продавщицы когда покупала говорю дайте мне две иголочки пожалуйста и на мне вот две булочки положила которыми я буду вышивать и глочи хорошие кстати вот такие здесь приятные цвета шикарные аппетитные просто весенние бери да ешь ну нужно будет конечно все это организовать на органайзер сделать ниточки сделать организацию чтобы не это не в пакетах не так сяк вот такая у меня покупка была будем ее относить этот процесс к покупкам не к процессам а именно к покупкам ну по крестика не будем считать очень некрасивая скатерть это у меня уже вторая скатерть купленная но ни одной еще не выше стыдно стыдно нужно вышить хоть одну скатерть и украсить свой дом вот такой вот рукодельной красотой так ну это у меня все по моим покупкам давайте посмотрим подарки в этом месяце у мне было много подарков и так первое что хочу вам показать это подарок от моей рукодельной подружки от наташи которая уехала из греции переехала в вельгию и теперь это будет хорошо житься вот и перед своим отъездом когда она была в афинах сожалению встретиться у нас не получилось но наташа такой человек очень внимательный что никогда никому не забывает она представляете заехала ко мне на работу у меня не было это было суббота просто там были открыт магазин по случаю и оставила для меня подарочек оставила мне вот такой вот наборчик тоже птица шарик на пластиковый конве да если правильно понимаю у меня нет еще ни одной игрушки на пластиковый конве очень интересно попробовать с удовольствием вышли вот такую вот интересную штучку и еще дополнение тоже на новогоднюю тематику вот этот фонарик который но мне давно очень очень нравился настолько добрый позитивный дизайн такой и новогодний то же время очень теплый наташа большое тебе спасибо за твои подарки за внимание обязательно вышлю и как-нибудь вам покажу а еще у меня есть неожиданный совершенно подарок от олечки оля лаптева мы с ней дружим в контакте оля неожиданно предложила мне прислать подарок знаете очень неудобно когда вот ну скажем мы же не такие прям близкие друзья то вы меня хорошо знаете я вас не очень хорошо и так неудобно когда кто-то хочет сделать подарок но я понимаю что человек это делает от души от всего сердца и конечно же не очень приятно получать эти подарки олечка мне прислала посылочку и хочу показать вам что мне прислала оля это вот такой наборчик от белоснежки здесь чудо-птица даже не знаю как называется феникс не феникс феникс написано интересный дизайн этот дизайн по моему был взят из дизайнов маржелин бастин нет обманываю очень незнакомый мне дизайн у него даже где-то есть такая схема но теперь пришел наборчик такая птичка пришли две собачки от риолис одна у меня вышита и пришли еще две из этой серии давно я хотела приобрести и вышить в компанию муж у меня охотник собак очень любит и когда я вышиваю ему новую собачку всегда очень радуются вот поэтому можно вышить и вот эти картинки они очень быстро и легко вышиваются размер здесь 18 на 27 по-моему здесь шерсть да здесь шерсть и здесь идет моточка вторая комплектация очень мне нравится старая комплектация очень удобно вышивать вот из этих моточков развешивать их на органайзера вышивать красивые работы набор классная их буду люблю работу так еще тоже парни пришли олечка так все продумано все прислала парой это наборчики от панны я так понимаю что это подушки хотя они могут быть оформлены смело и в картины здесь идет композиция из двух рыб а здесь идет композиция из трех рыб вот такая вот абстракция интересная яркая и очень жизнеутверждающие размер вышивки 35 на 35 сантиметров 7 цветов всего лишь используется наборчиков вот такой вот здесь количество дни и так посмотрите вот канва здесь обычная по-моему белая или бежевая извините за шуршание плохо видно наборы запечатанные открывать не хочу ну вот посмотрите какие интересные здесь рыбилки здесь рыбилки такой вот орнамент такие вот у меня подарки просто куча подарочков верить до вышивай ну вот были еще открытки две штучки одна такая и еще одна новогодняя которая у меня на рабочем столе вот такие у меня новости все что было показала а если что-то забыла покажу в следующем видео я надеюсь что в следующем видео мне будет что вам показать побольше ну пока вот постепенно буду возвращаться сказать так на рукодельный youtube знаете я на рукодельном ютюбе уже шесть лет и все эти шесть лет очень регулярно у меня выходили видео хотя бы раз в неделю обязательно или два раза в неделю обязательно и вот в 2018 году произошел вот такой вот сбой да когда я очень долго не снимала видео и даже долго не вышивала и знаете у меня прямо такая ломка была по вышивке и по ютюбу очень скучала и сейчас когда начинаю свои первые шаги делать к возвращению очень интересные чувства эмоции также на моем канале очень много новых подписчиков у меня уже 12 тысяч подписчиков я очень этому рада несмотря на то что видео сейчас выходят редко все равно девочки приходят рада всех видеть на своем канале добро пожаловать я надеюсь что скоро буду радовать вам я надеюсь что скоро буду вас радовать все большим количеством интересных видео сюжетов ну и конечно же показывать свои вышивки ну на этом у меня все я желаю вам хорошего настроения конечно же здоровья ну и до новых встреч пока пока